МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летом 1974 года в Витебске был торжественно открыт монумент воинам Красной Армии, партизанам, подпольщикам, освободившим город на Днепре от фашистских захватчиков. Тогда на общегородском митинге ветераны зачитали послание к молодежи 2017 года. Мы, воины 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов, преодолели Медвежий вал и 27 июня 1944 года разгромили и пленили 40-тысячную армию врага. Мы завещаем вам нашу победу. Тогда многие жители города и гости праздника обратили внимание на название Медвежий вал. Немногие знали, что фашисты так называли систему мощных укреплений вокруг Витебска, превратив его в крепость, по-немецки Фестунг. Они были уверены, Медвежий вал неприступен. Впервые главнокомандующий советскими вооруженными силами маршал Иосиф Сталин заговорил об исключительности белорусской операции в декабре 1943 года. Тогда, вернувшись с Тегеранской конференции глав государств антигитеровской коалиции, где решался вопрос открытия Второго фронта, Сталин коротко сообщил членам Ставки Верховного главнокомандования. Рузвельт дал твердое слово открыть широкие действия во Франции в 1944 году. Думаю, что он слово сдержит. Ну а если не сдержит, мы и своими силами сумеем добить гитлеровскую Германию. В апреле 1944 года на совместном заседании Политбюро ЦК ВКПБ Государственного комитета обороны и Ставки Верховного главнокомандования обсуждался план летнего наступления Красной Армии. Подводя итог совещания, Сталин заметил. Генеральному штабу следует учесть, белорусская операция рассматривается Ставкой как главное событие летней кампании. Самый короткий путь к Берлину и цитадели немецкого милитаризма Кеннегсбергу лежит через Беларусь. Поэтому подготовка белорусской наступательной операции Багратион началась немедленно. Скрытно от противника сосредотачивались войска трех белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов. Но и немцы тщательно подготовились к обороне. Орша, Могилев, Бобруйск, Витебск были превращены в крепости, и Гитлер приказал защищать их до последнего солдата. Командующий 53-м армейским корпусом генерал Фридрих Гольвицер получил от командования группы армий «Центр» условный сигнал, дающий право оставить Витебск. Сигнал звучал поэтично. Чайная роза уже отцвела. Мемориальный комплекс в деревне Копте Витебской области, построенный стараниями местного краеведа Виктора Демьяновича Терещенко, недавно пополнился памятником герою Советского Союза Георгию Григорьеву. Официально этот знак у могилы воина, повторившего на белорусской земле подвиг Александра Матросова, открыт 3 июля 2013 года в День независимости. Когда я сюда прихожу, то я все время думаю, хоть бы мне еще немножко прожить, затем, чтобы еще что-то, значит, сделать для увековечения святой памяти погибших. Создавая этот мемориал, Виктор Терещенко прежде всего хотел отдать дань уважения воинам, которые сражались за независимость Белоруссии. Ведь именно в этих местах началась самая известная наступательная операция по освобождению нашей республики. На этой болотистой местности, на 6-километровом участке, и был совершен прорыв 23 июня 44-го года в операции «Багратион». В 6 часов утра 23 июня 3-я немецкая танковая и 4-я полевая армии подверглись ударами войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Но еще ранее, на рассвете 20 июня, в тылу гитлеровской группировки 10 тысяч взрывов полностью вывели из строя все железнодорожные коммуникации от Полоцка до Пинска. Начальник транспортного управления группы армий «Центр» докладывал. Молниеносно проведенная крупная операция партизанских отрядов вызвала полную остановку железнодорожного движения на всех важнейших коммуникациях, ведущих в район прорыва. Войска генерала Людвикова форсировали реку Лучоса, преодолели первую и вторую траншеи, а к 13-ти часам продвинулись на 8 километров и перерезали железную дорогу Витебск-Корша. Войска 3-го Белорусского фронта нанесли удар по 6-му немецкому корпусу южнее Витебска. Как только немецкая оборона была взломана, танки и мотострелковые бригады фронта устремились в прорыв, подавляя уцелевшие узлы сопротивления и быстро обтекая Витебск с юга. Из журнала боевых действий 3-й танковой армии Вермахта от 23 июня 1944 года. В течение сегодняшнего дня на фронте 3-й танковой армии в результате боев юго-восточнее и северо-западнее города Витебска создалось критическое положение. Противник получил свободу передвижения в ряде направлений на Бугушевск и Шумилино. Противник движется в южном направлении к реке Двина. Обозначился охват района Витебска. Уникальность белорусской наступательной операции заключается в том, что в ходе нее были неоднократно окружены крупные группировки противника. Мало того, что окружены, эти группировки противника в крайне кратчайшие сроки были ликвидированы. Это было достигнуто за счет согласованных действий фронтов 1-го белорусского, 3-го белорусского, 2-го белорусского, а также путем активного влечения партизанских формирований в ликвидацию окруженной группировки противника и применение авиации. Гитлер приказал разместить в Витебске армейский корпус и превратить город в мощную крепость. Он надеялся, что Красная Армия непременно атакует город, бросив против него не менее 20-30 дивизий. Это была тактическая ошибка. Наши войска, обойдя крепость, нарушили все планы и замыслы немецкого командования. Время лобовых атак 41-го года уже прошло, теперь с вермахтом воевала уже совсем другая Красная Армия. Здесь, в городе на Западной Двине, образовался первый котел операции «Багратион». Четыре немецких дивизии, 35 тысяч человек были обречены. Только после этого Гитлер направил генерал-полковнику Гольвицеру, командиру 53-го корпуса, условный сигнал «Чайные розы отцвела». Это был приказ, разрешавший пробиваться к своим. Но выполнить его немецкий генерал был бессилен. 25 июня в 13 часов 12 минут в штабе 3-й танковой армии приняли радиограмму генерала Гольвицера. Обстановка резко изменилась. Полностью окружен, 4-я авиаполевая дивизия уничтожена. 246-я пехотная дивизия и 6-я авиаполевая дивизия ведут тяжелые бои в окружении, ожесточенные бои на улицах Витебска. Соединение 39-й армии ворвались в Витебск, где начались упорные уличные бои. Перед нашими бойцами стояла задача отбить у немцев мост через западную двину. Это удалось саперам сержанта Блохина. Немцы уже подожгли Бихфорда в шнур, но Блохин успел добежать до зарядов и выдернуть запалы. Утром по мосту пошла советская техника. 26 июня 1944 года к 6 часам утра после кровопролитного ночного боя Витебск был освобожден и над городом взвился красный флаг. Но юго-западнее города продолжала свои атаки и контрудары. Основная группировка немецких войск гитлеровцев охватила отчаянно. Они были готовы на все только бы уйти из котла и спасти свои жизни. В час пополуночи 27 июня около 3000 немецких солдат и офицеров в пьяном виде бросились в контратаку. Одна из групп атакующих прорвалась к командному пункту 620-го стрелкового полка. Завязалась рукопашная схватка. В ход пошли пистолеты и ножи, приклады автоматов и кулаки. Потеряв всякую надежду на успех, немцы пошли на прорыв в районе деревни Заозерия, прикрываясь стариками, женщинами и детьми. Расчет был на то, что красноармейцы не будут стрелять в своих. И гитлеровцы не ошиблись. Без единого выстрела наши бойцы пропустили через свой боевой порядок людей и уничтожили немецких солдат в яростной рукопашной схватке. В 11.45 командование армии предъявило немцам еще один ультиматум. Ровно в полдень противник выкинул белые флаги. Всего через наш армейский пункт прошло более 19 тысяч военнопленных. Позже их провели по улицам Москвы, которую они так хотели, но не смогли захватить. В результате Витебско-Оршанской операции за четыре дня боев было освобождено 447 населенных пунктов, в том числе Витебск и Орша. Было разгромлено левое крыло группы армии «Центр». Советские войска продвинулись на 150 километров и были созданы условия для наступления в направлении Минска и Прибалтии. Чтобы залатать образовавшийся брешь, немецкое командование вынуждено было перебрасывать с других направлений крупные группировки войск, что дало советскому команду уникальную возможность провести наступательные операции и на других направлениях. По своей сути, белорусская наступательная операция «Багратион» привела к проведению таких наступательных операций, как Прибалтийская и Львовско-Сандомирская. Президент Рузвельт Верховному главнокомандующему Сталину «Сообщение о вашей большой победе под Витебском весьма меня обрадовало. Поздравляю вас лично, а также вашу доблестную армию». 28 июня 1944 года. В 28 июня карта военной обстановки штаба армии группы Центра представляла собой печальное зрелище. Какой-либо сплошной прочной линии фронта не было и в помине. Оборона немцев на всех секторах была прорвана. Германская армия на Восточном фронте стремительно неслась к краху. Участники тех боев по освобождению Витебска свой наказ с потомком запечатали в капсулу из нержавеющей стали и замуровали в основании Монумента Победы. Капсула и сегодня хранится здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok